В Казани представят татарский перевод романа «Зулиха открывает глаза». По словам Гузель Яхиной, книга будет также переведена на 19 других языков. Санкт-Петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России по футболу. Напомним, матч между «Зенитом» и «ЦСКА» проходил в столице Татарстана на стадионе «Казань-Арена». Митрополит Феофан осветил новый храм в Мамадышском районе. Во время торжественного мероприятия в новом храме был зажжен благодатный огонь из Иерусалима. Акция «Музыка победы в парках и скверах» проходит в Сатарстане. Центральный концерт проекта состоится 8 мая на Кремлевской набережной Казани. Радив Самалиддинов и Рамиль Харуддинов опровергли слухи о том, что в Казанском университете закрывается направление татароведения и тюркология. Они отметили, что речи о ликвидации кафедры идти не может, особенно в свете тех задач, которые стоят перед университетом. Татарстанцы начинают самую короткую рабочую неделю весны. В связи с празднованием Дня Победы татарстанцев ждут 3 дня отдыха подряд. Волонтеры из Казани помогут в организации чемпионата мира по хоккею 2016. Право пройти стажировку в Москве получили 14 активистов движения «Казан Волонтьерс». Речные круизы в Болгар откроют в середине мая. Сейчас из Казани по воде можно отправиться в Верхний Услон и Свиярск. Речные круизы в Болгар – Верхний Услон и Свиярск. Продолжение следует...